К примеру, вот если будет вот такой вот, это будет вот, здесь будет вода, здесь будет мужчина стоять, а здесь будет мальчик стоять, к примеру. Имеются две досточки, вот такие. Вот две досточки. Ну, допустим, одна досточка у мальчика, а другая у мужчины. Как пройти им, этому мальчику, сюда, а этому мужчине вот сюда? Кто сможет? Вот этот мальчик, он должен тут стоять, а вот она должна быть вот так проходить, эта доска. А вот это вот будет как раз, вот это будет мужчина, видите? Вот это его доска мужчины. Она же как раз перекрывает здесь, это написал он неверно, будем считать, что он правильно представил ее. Это рычаг двух плечей. Мальчик как раз удерживает эту и проходит свободно. Я правильно сказал, вот здесь вот она должна быть. Вот так вот. Мальчик прошел, а потом тогда мальчик, вот пройдя сюда, мужчина пойдет домой. Это будет вот такая отгадка по этой задаче. И когда вы сейчас будете здесь делать, вот этот самый рычаг будет у вас работать на все прочее. Будет у нас ссылочкой показывать, сила какая-то и сверху палочка. Вот это направление и количество этой силы. Так вот если же мы посмотрим, вот эта векторная величина, какая-то M, и будет в плоскости какой-то, допустим, M в плоскости, наложена пара сил. Вот это как раз момент включения, момент включения. Вот это как раз и будет являться вот этим законом M. Значит мы будем работать вот так по моему образу. Две спицы, или пусть будет даже ножи. Один из них пусть будет магнитный. Как вы определите, что вот этот один магнитный, а другой не магнитный? Кто может? Магнитом обладает предмет на концах. Разность потенциала любого предмета. Возьмите магнит, где у него потенциал? На концах одном и на втором. А посредине ноль. Если я беру немагнитную и к магнитной присоединяю. Присоединится она? Нет. Значит я сразу говорю, это немагнитная, а это уже магнитная. Если же эту магнитную, беру посредине немагнитной, притянется? Да. Да. Вот эта звука в воздухе чему ребята равна? 300 тысяч километров в секунду. 300 метров в секунду, да? Да. Скорость воздуха. Поэтому снайпер, снайпер берет и рассчитывает скорость звука в воздухе. будет равняться 20 корней квадратность из Т плюс-минус температура по Цельсию. И вот тогда она будет играть правильно. 300, 32, 348 и прочее. Это компонент. И вот мы тогда не будем брать железо в округе. Насколько он, ну вы можете ошибку видеть, понимать? Конечно. 5 градусов. Вот. А если еще аномалий, еще будет больше. А если вы будете железом, еще больше. Поэтому у нас существуют еще звезды, по которым вы можете выравнивать себя. Вот и прибор, который у вас есть, компас, по бусолю. Значит вы можете тогда скорректировать свои вот действия, чтобы точно где-то выиграть. Чему равна поправка направления? Что такое дирекционный угол? Это направление между... Так? Это угол по ходу часовой стрелки между направлением на север и направлением на предмет. Между линией сет на предмет. Это будет дирекционный угол. Да. А для того, чтобы найти магнитный азимус, что мы должны с вами... Плюс-минус поправка бусоли или поправка направления. Ну, значит, мы с вами должны... У нас, значит, что... Поправка направления равна плюс-минус склонения, минус, плюс-минус сближения меридиана. Да, точно. А как найти нам с вами местный меридиан? Чтобы мы не имея карты и GPS-ки, мы с вами смотрим, что есть ПЗ. Что такое ПЗ? Полярная звезда. Вы не то подумали. Полярная звезда. Так вот, значит, если же вы поставите, значит, ну, какой-то предмет или на листочке, значит, сделайте, ну, какой-то подольше, и вы, ну, вот пусть будет вот так. Значит, если же вы возьмёте теперь вот так вот проведёте через него прицел, возьмёте визирование, и у вас будет вот это направление отмечено, было здесь поставить и в Калурию. Вверху будет. Следующее, это с неночью вы делаете, то теперь уже когда будет солнце. Солнце будет, зайдёт здесь с севера, здесь будет уже с юга. У вас вот эта тень от этого обойдёт вот сюда. Вот эта вот линия, вот это будет линия местного меридиана. Местный меридиан. Вот Москва, значит, стоит от глиныча на три часа. Следовательно, у вас теперь летом, у вас будет уже, здесь ваш пояс будет второй, по вашему второму поясу будет два часа. Тогда вы, значит, смотрите, когда вы сигнал получите два часа по Москве, допустим, шли часа, вы тогда смотрите от глиныча, сколько будет два секундомеру, когда у вас сигнал, вот именно сигнал шестой, чтобы вот эта линия, вот которая была, вы определили от БЗ, она тогда слегла вот сюда, на вашу линию, которую вы определили через вот этой звезды поляр. Вот это будет ваш местный меридиан. А когда вы нашли этот местный меридиан, у вас теперь получается сколько? Один градус, один градус равен сколько? Пятнадцати, пятнадцати градусов. Вот у вас, то есть часовой пояс у вас второй, вот вы теперь считаете второй пояс, это значит часа, сколько часов получается, пятнадцать градусов, пятнадцать градусов. А там уже по секундомеру, и вы можете перевести. То есть штурманская работа. Она вам будет нужна, то что вы по поездке переведете и напишите только ваше рабочее место, допустим, и расчет, и вы будете смотреть, насколько оно у вас решает вашу задачу. Сначала есть вот такая большая комната прямоугольной формы. Кому непонятно, что я делаю? Понятно, да? Прямо как вот и это. Только, значит, в сечении она будет иметь двенадцать на двенадцать метров. Вот тоже понятно? Понятно. Здесь в длину получается тридцать метров. Тоже понятно? Значит, двенадцать, 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 двенадцать. И в длину тридцать. Вот здесь находится в метре посредине, в метре, вот так вот, в метре. Один метр. Капелька воды. Сверху тоже в одном метре. Один метр. Вот это вот. Клоп. Этому клопу надо проползти вот сюда, напиться и быть живым. Если же он пройдет путь, равен сорок два метра, он сдохнет. Решите эту задачу. Это есть лаксодрома. Что такое переведение в суши руку лаксодрома? Значит, если мы... Вот это будет боковина. Вот мы взяли боковину. Вот она, первая боковина. Взяли дно. И вот как раз вот тут, как раз капелька водички. Видите, вот. Капелька водички. Взяли вторую боковинку. И взяли крышу. И вот тут сидит как раз вот это вот. Сам клоп. Если мы ее соединили, получили треугольник. Вот я его вот так вот сделаю. То есть здесь вот получается у нас 32 метра. А здесь получается у нас 24 метра. И если же мы теперь произведем расчет, что S равняется у нас... Сколько у нас? 32 метра в квадрате. Плюс 24 метра в квадрате. Получается корень квадратный из 1600. Или это получается 40 метров. Возьмем земной шар. И рассмотрим меридианы. Рассмотрим меридианы. И рассмотрим вот это вот хождение с этой точки под одним и тем же углом каждому меридиану. То мы придем на север вот такой кривой. Эта кривая называется локсодрома. Локсодрома. Вспомнили, да? А ортодрома что-то? У нас прямая будет направить в меркантер. Да, меркантер. Совершенно верно. По этой линии у нас летают корабли. Ходят корабли космические и корабли на большом расстоянии. И рассчитываются вот таким образом. Почему я вам говорю? Где мы можем выбрать? Почему мы ходим и одна нога у нас каждый раз забирает какое-то неверное расстояние по отношению левой или правой? Мы ходим по кругу. Переводится локсодрома как косой бед. С силами какими? С силами мы в частности. Физическими, духовными, интеллектуальными. Почему я об этом и говорю? Что значит вот эта все комплексная подготовка дает возможность нам видеть что мы делаем? Для чего мы делаем? Это как полностью отражается ситуация, проблема, цель, задача и решение варианта, которые мы согласно уже направления поднимаем. Чему равна сила тока? Сила тока равна прямо пропорциональное напряжение и обратно пропорциональное сопротивление проводника. Да. Значит хорошо. А когда у вас будет такое что в голове шумит? Как все таки это определить? Мы значит делаем вот такой вот треугольник товарищи. И ставим что здесь будет напряжение, тут сила тока, тут будет сопротивление. Если же нам надо найти силу тока, я закрыл ее. Что у нас получается? Напряжение делить на сопротивление. Правильно? Да. Что бы мне это, значит я поставлю, это делить, это делить. А если это умножать, что я закрываю, что бы мне найти силу тока на сопротивление? Напряжение. Правильно? Да. Все. Мы с вами изучили это. Что такое аккумулятор, тогда я вам задаю вопрос. Почему он снимает большую силу тока? Так вот если мы 12 вольт, если вот мы 12 вольт возьмем, 12 вольт разделить на сопротивление 0,05. Сколько мы получим ток? 200. Ну вот где-то мы получаем, это положение называется КЗ. Вы знаете, получается КЗ, короткое замыкание. Вот. И вот поэтому мы снимаем большую силу тока. Так вот теперь те люди, которые не знают некоторых элементов, то есть не имеют какой-то подготовки, и у него в организме как раз нет ничего того, чтобы он мог управлять. Получая КЗ, рушатся пластины, выпадает сульфитация вся пошла там, замыкание, и полностью аккумуляторы выходят из строя. А когда мы делаем, или вот я опять эту банку рисую, пусть будет один провод, второй, то есть электрод, это у нас пусть будет сухой или аккумулятор. Мы вот здесь, когда соединяем каким-то образом плюс-минус, у нас должно пойти магнитное поле вокруг этого проводника, когда пойдет электрический ток. Так вот этот ток, когда пойдет, он создаст магнитное поле. А вы хотите создать магнитное поле, когда вы все это разрушили. Вы разрушаетесь сами. Это я по аналогии говорю. Я по аналогии говорю. Значит, вы рушатся, вы разрушаетесь, и люди, которые занимаются этим, то есть бесконтактным, чтобы вот это магнитное поле передать на то расстояние, или что вашим желаниям, но это биологическая форма этого направления, создает такие тяжелые последствия, когда человек или умирает, или где-то разрушает себя, а потом борется. И поэтому церковь запрещает этим заниматься. Вы говорите, что я делал. Да, я делаю. Но мне запретили этим заниматься. Могу, поэтому я объясняю. Но когда вы будете знать, как регулировать, как управлять, вы сможете добиться этого результата. Этого понятия. Но надо знать. И почему я сразу начал вам говорить, вот это, 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 это делать. И мы говорим, Третий спросил, какими? Физическими, духовными, интеллектуальными. Я сразу все об этом сказал. Скажу, что вот у нас 10 равняется 2, умноженное на 5. Я его также запишу вот этим треугольником. Это будет 10, это будет 2, это будет 5. Сколько будет здесь? Почему? 10 равняется. Понятно. Я начинаю. И если, к примеру, мы купили с вами 2 килограмма картошки по 5 рублей за килограмм. Сколько мы заплатили за вот эту картошку денег? 2 килограмма мы умножили на коэффициент. Путь будет первый. Коэффициент. 5 рублей, эту цену кто образует? Он тоже имеет коэффициент. Второй. И когда мы вот здесь вот получаем, то у нас умножить на коэффициент будет третий. Мы сложим это или умножаем, или в зависимости вот что у вас получается. И мы тут коэффициент, если он будет общий коэффициент, мы сложим, или в данном случае посмотрим. Ну вот общий будет коэффициент тут складываться. То мы увидим, что он-то будет и влиять. И для нашей работы нужно работать вот этим коэффициентом. Вот нам что будет требоваться. Все мы с вами где-то какой-то прием или какие-то действия можем работать и получать в чистом виде, как вот здесь, без коэффициентом. Но для того, чтобы уже нарабатывать то, что вы хотите и так, как будет необходимо и надо, нам нужен будет вот этот коэффициент. Коэффициент этот будет расти от вашего первого посещения занятий или жизни вашей, как вы только родились и пошли дальше. Он у вас на каждом протяжении ваших последующих лет, он будет уменьшаться или увеличиться. Заболел или что-то случилось. Вот этот коэффициент крайне необходим нам в работе. Кому это не понятно. И вот если мы теперь этот коэффициент будем переводить уже сюда, мы будем как раз и вносить то, что вы задавали вопрос. Почему я вот и показал, где мы можем регулировать вот это внутреннее сопротивление? Чем? И для того, чтобы добиться вот это самое магнитное поле, которое мы можем послать. А так как мы психобиомеханическая конструкция породвигательного аппарата, то есть человек, то есть это немножко не такая форма электричества, как мы изучили его и знаем у себя в природе. Именно в той машине, которую мы уже каждый раз включаем. А это человек. И он обладает как раз той же возможностью и может передавать по-разному. И каждый по-своему. И коэффициент передачи у каждого будет свой. И поэтому с годами его можно повышать, понижать, управлять, когда мы захотим. Вот как раз мы им регулируем. Почему я так вот подошел к этому, когда рассматриваю. Значит, оперативность никогда не равно качеству. Никогда. Вот ваша работа, которую мы сейчас с вами рассматриваем. Вы хотите быстро всё что-то сделать, а качества нет. Почему? Опять работает вот этот коэффициент. Оперативность и качество. Ну я тут пойду, тогда пусть будет коэффициент один, а тут пусть будет как качество. Как оперативность и качество. Они никогда не будут равны. Потому что будет какая-то ошибка. Будет какая-то неспособность. А потом вы когда поработали. Ух, я вот так бы сделал. Коэффициент какой-то был неустойчивости. Какой-то оплошности присутствовал. А их всегда очень много. И поэтому, когда мы решаем, вот на это обращаем внимание. Когда особенно начинаются первые занятия, чтобы вы сами увидели, что вам не достает. Я вас тогда попрошу сюда выйдите. Один тогда. Я вас снова начинаю бить. Вы защищаете. Вот он удар. Стоять! Вот в таком положении. Почему произошёл? Если мы будем говорить, значит, с позиции механики, косинус угла, это есть площадка, она пробивает. Что ему надо сделать? Этот локоточек надо поджать к себе. Вот эту руку подтянуть. Вы видите, что происходит. То есть, когда мы в удар идём по касательной, по касательной, у нас разложение сил идёт на её составляющей. Это есть клин, это есть у нас шаг резьбы, и отсюда складывается наша задача. Кому трудно что-нибудь, можете открыть физику, механику, посмотреть, что такое клин, что такое шаг резьбы, от чего это зависит и каким образом это решается. Для того, чтобы всем было понятно, я говорю, поставьте руки обе вот таким образом, как вы ныряете в момент нанесения удара. Видите, вот всё коснулось, вы ладони открываете, вот ладони в моё лицо, и вот он прошёл удар. Ещё раз, это же, вы заметили? Он расслабляется, и мы тогда следующий этап этого момента, то же самое пока, то, что как раз было. Вот он, видите, вот раскрыл, и у меня проскакивает предмет. Вот он, я попался. Теперь точно так же, если же я начинаю его колоть, вы видите, то же самое почти. Я его колю, он, как он защищается, 4, 6, 7, 8. Понятно, да? То есть, вот как раз мы вот этот клин, вот этот конус, вот эту спираль мы описываем для того, чтобы была работа. И когда я его бью, он принял, у меня ничего не остаётся. Я его бью, два перф, вот он уже сделал, у меня предмет где-то уже в стороне, я не могу ничего сделать, он продолжает на меня атаку, ваша защита, и я его бью. Бью, бью, бью. То есть, это вместе рассматривает, что такое два перф, длина грузности. Диаметры уберём, раскрываем, получается какой-то поле, это в линейных величинах. И когда прокручиваем в угловых, угловые быстрее, чем линейные. Линейные так вперёд-назад, а это проворот. И сочетание линейных и угловых нам даёт возможность какой-то, скажем, выбор. Выбора либо нет, либо очень маленький. Ну, выбор всегда есть. И когда мы медленно-медленно, мы встречаем, задача что? В плоскости принять сам удар, он принимается в плоскости. Это и есть. Мы в неё вписались. Но не всегда удобно вписываться в плоскости. Начинать плоскости чуть назад. Потому что вот этот перпендикуляр, он, пальцы попадают в трещину. То есть, мы используем где-то угол захвата. Он может быть от 90 градусов, от перпендикуляра до параллельного. Или, как бы скажем так, перпендикулярно. То есть, в этом диапазоне мы, или вы, стараемся работать. И чтобы вот этот диапазон не приводил либо к ударам перпендикулярным, либо на трещине, происходит поворот. То, что было на листочке, показано, когда Алексей Вячеславович накладывал, это, получается, шаг резьбы. Шаг резьбы, понимаете, что такое. Резьба на винте, если мелкая резьба, она там долго-долго крутим, пока закрутим, она хорошо держится. Есть крупная резьба, там крутнул, она быстро закручивается, но хуже сделает, если по механике рассматривать такое. Эти вот моменты нам дают возможность видеть, что же происходит. Можно быстро сделать, а быстрый поворот, он даст хорик удару. То есть, нужно осматривать сочетание скорости. Но я пока не буду сюда уходить. Поэтому, когда вы встречаете, неважно, какую вы форму сделаете. Такую, или такую, или вы будете проводить, что-то там делал из ребят проводить. Ни в коем случае. То есть, нужно, что, как вы делаете падение с узкой землей, работы на земле, вы используете опору. В данном случае, плоскость, на которой вы работаете. Здесь вы используете либо, собственно, себя, либо сам предмет, либо саму траекторию, на которой это все происходит. И вписываете одни составляющие, либо другие друг в друга. Либо себя в предмет, либо предмет в себя, либо в амплитуду. И вы просто находитесь рядом, идете в самой амплитуде и в траектории. Но не соприкасая, вернее, не влияя на нее сильно. А просто пристраиваетесь к ней, и на ней вы работаете. Ей нужно и присаживаться, и шаг под шаг, и от шаг. То есть, вписываться в нее. Мы рассмотрим сильная часть, средняя часть, слабая часть. Но она же слабая, в ударе она является сильная. Потому что, если рассмотреть, когда вектор силы идет туда, на цель, на объект. Здесь она сильная является. Но, если рассмотреть, как рычаг сбоку, она является слабая. Это средняя, она также и по силе средняя, и так средняя. А здесь сильная получается по воздействию сбоку, но слабая по удару. И когда вы рычаг начинаете рассматривать, в данном случае рычаг, его обозначим для встречи, рука то же самое. На три части разделим. Слабая, средняя и сильная. Чем ближе к оси, к плечу, тем это сильная. То есть, вы здесь можете много поднять. Допустим, да, я здесь поднимаю. А здесь я могу и не поднять. Это масса, и я могу и не поднять. То есть, вы делаете для себя уже на три части, на три части. И получается, когда мы встречаем своей слабой частью на его сильную, потому что здесь удар идет, мы не сможем противостоять. Но за счет угла, который нам дает возможность войти, соприкоснуться, не защититься, а соприкоснуться, мы встречаем ее. Теперь, стараясь сделать рычаг свой более короткий, то есть, рука сгибается. Если по дальнему пути, по естественному, то это будет длинный. А когда вы приближаете, получается, он укорачивается. Но здесь вы еще стараетесь ее сделать перпендикулярно, чтобы мышцы не напрягались. Связки и суставы тоже не напрягают. То есть, ставьте их перпендикуляре. Грубо говоря, то есть, вы свою руку как бы балансируете. То есть, вы ее выставили. А если в наклоне, то получается нагрузка идет. Это образно говоря. Но, тем не менее, это примерно так выстраивается. И когда вы перпендикулярны, то вы не напрягаетесь. Ее, как вы пока сбалансировали. Здесь идет сила большая. Но вам нужно вписаться под острым углом, сочетая плоскость, которая идет, и в траектории, и, соответственно, угол. Ну, это и есть плоскость. Сила. И вы здесь даете поворот адекватно скорости самой траектории точки контакта и места контакта. И самой руки, которая у вас имеет определенную форму. А у всех это такое есть. Независимо, кто больше, кто меньше. Эллипсная узкая, средняя и более широкая. И когда вы ее встречаете по руке, когда вы поворачиваете, то видно, по какой траектории проходит встреча. Думаю, вам будет больше видно. И на центр самого локтя. Один в один то, что было представлено тем листочком, который был у Алексея Алексеевича в руках. И он вам показывал шаг резьбы. Не прямая линия, не точка контакта. А вы давали поворот. И вот этим вот формой своего тела, в данном случае руки, вы создаете. Идет. Но доходит до какого-то места, и вы начинаете поворачивать и вписывать в свое тело. Как вы работаете на земле, вы себя вписываете в землю. А не просто кидаетесь и бьетесь всеми частями тела. Ну, поначалу такое было. А потом вы уже работаете. То есть, вы когда встречаете, и вы стараетесь понять, что же происходит. Плошкости нанесения в угле атака в своем теле. И где вы находите, чтобы... Потом вот сейчас товарищ проводил еще люди. Он взял и сопровождал. Когда вы встречаете, допустим, пулю улавливатель. Или броня, угол брони. Он придет под каким-то углом, и вот снаряд идет. И по этому углу он уходит. Примерно то же самое происходит с вашим телом. Вы создаете этот угол. Только в отличие от брони, которая не живая. И за счет своей кристаллической решетки данного материала определенной жесткости, либо сырая стать, ну, там стараются сделать определенную. И определенного угла происходит защита. Здесь, если мы вот эту вот жесткость кости и своего мышц или плоти, мы стараемся, допустим, убрать... Ой, не жесткость. Жесткость была, а теперь, в момент встречи, мы ее убираем. То есть, получается, мы себе то, что выстроили изначально, все поломали. Если человек идет на такой шаг, чтобы сопроводить, то тогда ему нужно это все выполнять ногами, бедрами и корпусом. То есть, рука не встречает в этот момент. То есть, получается, что мы вписываемся, мы вписываемся в траекторию, в силу данного удара или действия, а ноги, ну, тело начинает подстраиваться. И когда мы... что получается? Вот он бьет, я не встречаю его, а вписываюсь, то есть, уступаю дорогу. А рука находится рядом и, грубо говоря, сопровождает, которая дает возможность освободить, или вернее не освободить, а использовать... Использовать массу, длину, размеры предмета, массу его, скорость, ускорение и центр масс. И вы уже знаете, что такой рычаг первого, второго, третьего руля. Объяснять вам не надо. То есть, образуется рычаг, который работает, если он не попал в этого товарища и не остановился, а пролетает мимо, а вы усилили ту точку, ось вращения, то получается, рычаг начинает работать против него. А вы только помогаете ему, сопровождаете. Захват, диаметр, а у диаметра что есть? Радиус. Вот, скажем, возьмем, поменяем предмет, который имеет такую элитшную форму, он немножко поменяет. И в руке то же самое, диаметр, у него есть радиус, а радиуса есть рычаг. И на протяжении длины этой руки, так как она меняется, здесь примерно все одинаково, только может меняться сама длина, а здесь меняется диаметр. А меняется неометр, меняется рычаг. Меняется рычаг и робко передач. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, там задняя, нейтральная. То есть вариатор, которым мы пользуемся на машинах. Ну, на велосипедах, где там тоже скоростная маленькая звездочка, большая звездочка. И когда вы переносите на большую звездочку, у вас получается больше сила. Чем дальше, меньше сила, но больше скорость. То есть вы можете ощупывать и выстраивать. И когда он переносит, я допустим, отсюда, и кривизна. То есть у человека очень много теней свободы, потому что вы подвижные. Большая вариативность выполнения сложных вариантов. То есть вот я его специально отдал, чтобы рука была, согнула ее. И заход. То есть мне нужен заход. Чтобы вот этот угол, даже где-то отрицательный, он идет, 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 идет. И зашел до себя к себе, притянул его. Но, если... Останьтесь, так. Я, правда, уже все выбрал, все, что можно было делать, нужно было проворачивать дальше. Когда вы проворачиваете, видите, дальше палку. Она уходит. То есть вот эти вот повороты, эти повороты дают вам возможность. Вроде бы вы уже все сели. Но когда вы чуть-чуть... Ну, зацепилась одежда. Она прошла. И когда от Алексеевича вот прошел, его задача была не ударить вас. А вы подставляете свои головы. Формы встречи могут быть разные. И так, и так, и так. Это все читается и видно, когда человек мыслит. Или он просто, как обезьянка и очки, эти очки пытается натянуть на разные части тела. Либо то, что у нас, это земля. И вот, мох, трава. Она как раз поглощает некоторые ошибки. То есть это самое такое, скажем, для детей. Если я туда не то вкрутил, не так вписался, оно компенсирует. Нужно, конечно, это делать вот на бетоне, на асфальте. Там эти моменты проявляются лучше. Ну, так как у нас такие условия. Поэтому мы будем ими пользоваться. Теперь, что я еще раз заметил. То, что вы не делаете. Помимо того, что мне не так-то много. Помимо того, что вы делаете кувырок, правое плечо, левое бедро. Или наоборот, левое плечо, правое бедро. Это правильно. Что с нашей стороны, некоторые не вас нужно подсказать. Помимо кувырка, траектории, которая идет и происходит в прямом смысле слова вот так. Здесь оголяется позвоночник. Я вот такой кулак сжал и костяшки перчат. Он оголяется. И в этом месте, кто делает на плу, на бетоне, наверное, есть повреждения. Бьют их. Я не говорю, что все, но есть такой момент, что вот тут бьются. Как раз, когда происходит вот такой переход. Чтобы этого не было, переход происходит не в районе поясницы, а в районе лопаток. Желательно, чтобы происходить. Теперь здесь. У каждого он будет свой. Он может быть вот так проходить, вот так, вот так. Диапазон достаточно большой. Вот. Здесь то, что вы делали. Вы входите. Переход. И вот маховая нога, она идет в колено противоположной. Формировали две ноги. Тогда подъем происходит. Так что я хотел обратить ваше внимание, когда вы делаете кувырок, чтобы вы заканчивали таким образом. Если вы не гасите скорость, а пытаетесь сразу встать, то ваше тело превращается в палку. И эту палку опрокидывает инерция. То и что. Я выполняю. И падаю. Если это на асфальте или на руках, то вас будет раздевать. Если вы страховаться не умеете. А чтобы этого не было, вы выполняете, развернулся настолько, что поменял или погасил из-за красивых, что у вас есть противоположность. Вы еще можете запасом, запасом, запасом подкурать. С палкой, с предметами. Особое внимание старайтесь уделить на горизонт предмета по отношению, ну скажем, местности земли, где вы работаете. В зале это зал, здесь это, чтобы не втыкали, не цеплялось, ничего. На это старайтесь делать наиболее, наибольший акцент. Да, прицельное приспособление, ствол, чтобы не воткнуть, ну и чтобы не греметь тоже желательно. То есть вы выходите его к ноге, и здесь у вас вы стабилизируете на выходе. А почему к ноге? Нога уже вы, когда выполняете какой-то угроб, вы себе вписываете какой-то объем. То есть вы уже спланировали, куда ваше тело должно идти. Поэтому вы к ноге и привяжетесь. Вы входите, предмет также вы держите, потом он прокручивается. Ноги. Горизонт также пытаетесь сохранять, чтобы у вас предмет не через верх шел. здесь, к руке и его выставить. И работают две ноги, не одна на выходе. Балансируете и то же самое вы входите. Вы входите в ту... Его потом уже можете перенести. С двумя руками то, что вы делаете, то же самое. Руки не убираются. Руки не убираются. Руки находятся так же, где и были. Особенно на входе и на выходе. Когда вы входите здесь, нет такого, чтобы у вас оружие вот так шло. Такого не допускайте. Ось является, во-первых, горизонт. Хоть так, хоть так, не важно. Вы поворачиваете для удобства. Не потому что в фильмах крутых вот так оно хорошо. Нет. С нашей стороны, если мы поворачиваем, поворачиваем именно для удобства в той ситуации, которая не требует того, где держишь его обычно. Требует поворачивать. Больше ничего оно с собой не несет. Заметили, что оружие идет горизонтально. Горизонтально. При входе, при самой работе и на выходе. Это вам легко для себя его выстраивать. И если даже вы пошли, допустим, падать назад, то вы его так же держите горизонтально. Ноги, бедра. То есть мы не на жесткие ноги. Ноги быстро у вас будут выдергиваться. Стараемся повернуть бедра таким образом, чтобы ягодица пришла на место пяток. Не копчик, чтобы вы не разбили себя. А ягодь. То есть вы сюда. Руки тыльной стороной. Уже не таким образом, как мы без предмета. А тыльной стороной. Это обухновение. В такой руке предмет, через ту сторону, желательно выполнять кувырок. Потому что эта рука будет находиться в стороне относительного покоя. Если мы будем через другое делать, то здесь мы будем перенапрягать и травмироваться. Выполняем кувырок через это плечо. Выходим либо в положение сидя, два варианта, либо в положение... А, еще забыл сказать. Подбородок прижимаем к груди, чтобы голова не ударилась о землю. То есть бедра, голова. Кувырок, допустим, в положение лежа. То есть я вытажу, не втыкаю ноги, а теперь и рука, то же самое, параллельно, я его подтягиваю к себе. Поворот в магазине. Если при необходимости, да, могу использовать, опять же, не ставить его так, а достаточно держать в таком положении. При перемещении, то ли в эту сторону, то ли в другую сторону, вы также стараетесь удерживать в горизонте и в сторону, ну, допустим, противника. Положение сидя. То же самое. Когда вы приземляетесь, то у вас начерт идет в бок, и здесь приходит уже сам ствол или железка. На палке этого не видно. Нету магазина, нету веса. Почему этот зальный, а этот рабочий, еще раз повторюсь. Потому что который зальный, у него слишком большая траектория выстраивания на выполнение кувырка. А рабочий, у него сразу идет касание пяток, стоп и переход на ягодицу. То есть ягодица идет сразу на место пяток. То есть вот этот вот кусок, он выпадает, вычеркивается. В зале он используется, а так нет. Поэтому вы для себя отметьте два варианта. Зальный и такой. То есть мы сразу, ягодица ушла сюда. И вы перевезли на стол. Либо кальона и здесь. И для этого требуется меньшее. Мы уже определились. Теперь, когда вы пришли, ноги... Еще раз. Сделаю мысль несколько. Пришло сразу. Ноги не выпрямляются. Некоторые, так смотрю, чуть-чуть где-то проскальзывает, где-то нет. Скорость может быть больше. И вы когда... Чтобы колени не разбить, ноги прямые не делаются. Их стараемся как можно быстрее. Даже не через плечо, а больше где-то через бок. Такой боковой перекат, переворот получается. Сразу в землю. И скольжение сделать ногами. Оружие, естественно, держится горизонтально. Стараемся. Мы здесь и сделали переворот. Такой переворот. Через бок. Забрались, поехали. Один. Становится таким образом, чтобы из себя сделать препятствие. То есть, спина желательно, чтобы была максимально ровная. Руки. Чтобы палку сюда не берем, а закрываем. Потому что вес тела будет давить, чтобы не повредить. Готов. Этот что делает? Его задача сделать падение назад, кувырок назад. С использованием препятствия. Из этого, которого мы сделали. Наша задача не перескочить через него. Не перескочить. А наоборот, вписаться так, чтобы мы скользили по нему. Ноги стараемся, чтобы как можно меньше находились высоко. А были в горизонте с землей и в горизонте с препятствием. Голова не ближе 20 сантиметров, либо на размер самой головы. Чуть-чуть дальше можно. Руки. Обе руки вместе изначально. Не убираем руки. Стараемся ноги положить на бок. Повернуть, чтобы колени ему в спину не бились. А на икронозные мышцы. А потом прокручиваемся. На выходе там уже ноги будут вытягивать. Сочетаем работу рук. Ног. И работу ног. То есть у нас... Угу. Добро. И якорь на такой положить. Теперь он делает. Так. Входить можно лицом, можно спиной. В принципе, произвольно. Кому будет так удобно. Входите. Предмет в руках. На бок. Предмет в руках. Предмет ложится. У вас будет... Вы его не закидываете сюда. А как только ноги начинают переходить, руки формируются возле груди. Или возле плеча. То есть... Ноги начинают выпрямляться. Мы сочетаем вместе с руками. То есть я отталкиваю. Теперь ноги включаются в работу. Ноги отжимают. Горизонт. Так же стараюсь выдержать. И принимают такую же палатку. Можно еще одну. Зависит еще по комплекции и всего остального. Падение со скольжением. С предметом. Или с оружием. Ноги может, по-моему. Есть. Чтобы пройти это препятствие. Это окно. Нам нужно сформировать еще, помимо того, что свое тело подготовить, еще и оружие. На палке этого не видно. Поэтому я взял автомат. То есть мы формируем его. Перед входом его формируем. Чтоб потом можно было к нему приладить. Не в момент, когда мы выполняем и само оружие. А мы его заранее подготовили. Пока тело являлось базой. Мы его подготовили. Все. Теперь остается нам войти туда и к нему приладиться. Все. Я думаю понятно. В данном случае это нижняя будет нога. Она будет лыжей. То есть на ней мы будем скользить. Для того, чтобы на ней скользить, мы ее должны сформировать определенным образом. Что такое определенное? Желательно, чтобы носок был вытянут. И когда мы будем входить, он приобретает вот такой вход. Или носок и сама нога. То есть, почему лыжа, я думаю вы уже поняли. Лыжа дает возможность, если какие-то есть препятствия, зайти на эти препятствия. А если не делать такого, то стопа будет утыкаться или может утыкаться и могут произойти повреждения. Вывихи-переломы. Выполняем. То есть, мы подходим как можно ближе. Как можно ближе. Формируем предмет. И начинаем тоже самое. Руки желательно как можно ближе к препятствию. Потому что они имеют немаловажную роль в процессе отталкивания. Если руки будут далеко, то диапазон руки закончится где-то в районе полу-метра. И мы останемся посреди самого препятствия. Есть. Разобрались. Вы подошли. Ваши задачи. Вы отсюда проходите. На жестких поверхностях получше. На таких вот они конечно вас будут тормозить. Опять. Входим. Рука отработала. Теперь вы берете. Оп. Здесь у вас есть локти и ноги. Здесь у вас не дожимаются. То есть сочетание рук, ног, корпуса. Поехали. Переползаем на галстинг и перед ногами. Чтобы перемещаться вперед ногами, необходимо забегать в левую или правую сторону. На ровной площадке мы когда делаем это в принципе зальное упражнение. А так оно делается на склонах. То есть когда сам склон, он является самим двигателем. То есть вас тянет вниз. Вы только используете ноги, чтобы управлять. И тело свое. А здесь у нас ровная площадка. Поэтому придется больше сил применить. Склона нет. Поэтому мы сможем съесть ноги. Смотрю, как мне ствол старается, а у вас палки стараются смотреть вперед. Это намного сложнее, чем если мы бы махали по всей площадке. Но мы стараемся привязаться к какой-то, даже не точке, а в сторону. И ноги. Ногами вперед. Поехали. 3-4 ложится на спину. Вы ему отдаете слой. У кого эти самые палки, оружие осталось, оружие кладутся на него как транспортная тележка. Он их не теряет. А этот, понимай, положение крокодил и ползет. Там же можно использовать ножи. Но с ножами показывать не буду, потому что вы и так. То есть то же самое, только лучше зацепление происходит. То есть вы ими с ножами. Разобрались? По парам поехали. Ложись на бок. Или на живот. Нет, туда, туда. Головой, да? Головой, головой. Переноска раненого, да? Называется упражнение. Это не переноска раненого, но упражнение переноска раненого. Ваша задача что? Взять его на себя таким образом, чтобы 70% его веса, этого человека, было на вас. Ни меньше, ни больше. Больше будет тяжело, меньше будет тяжело. Так, чтобы бедра не были между ваших ног. То есть они будут цепляться за землю. И это чуть выше. Берете его таким образом, вам допустим удобно. Я его на себя взвалил. Расположил так, как мне надо. Ну, руки, он может там по-удобному удобнее. Теперь моя задача, что я должен. Толкаться ногами я не смогу. Как многие делают. Мы его приподнимаем в две точки. Стопы и спина. Беру его в подмышки. И теперь смотрю, скорость также не нужна. Нет, руки произвольные. Скорость не нужна, как многие тянут. Давай быстрее обогнать. Задача просто перемещаться. То есть я забазировал ноги. Или ползать. Я внизу пальку не забыл, чтобы спину. Понятно. А, за палки забыл. Палки располагаются, руки подмышки. И палки в руках. Здесь что вы ложитесь. Оружие поставлено горизонтально в земле. То есть ваша задача ее держать по горизонту. На 360 градусов. Ствол, вроде магазин. Если вы заметили, старается быть постоянно параллельно. чтобы он вам не мешал. Ноги, чтобы себе не отстрелили. Колени являются вашим предохранителем. Ограничителем. Ограничителем. Да, ограничителем. Где вы переключаетесь в работах. Также вы используете перевороты и подъем, вход, выход. Вот. 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 Кувырки. И перемещение. Он бьет. Он бьет этого. И этот что должен сделать? Не отбить и его ударить. А он должен проанализировать, насколько он, как он устойчив. Как он ведет. С какой стороны. В какой плоскости. Какой предмет. Короткий, длинный. Из чего, возможно, даже сделан. И чем больше вы будете этих мелочей чувствовать заранее, тем это лучше. Это все вам дает полность картины. И тогда в эти моменты он ведет. То есть вы смотрите, насколько, где он выстраивается. И потом вот эти упражнения, которые мы делали, они нам дают возможность и физически развиться. И вы же не можете напугаться и в этом напряжении двигаться. Он равен относительно нулю. Если мы возьмем посредине. Будет у вас одна двенадцатая масса на L в квадрате. В момент инерции. А если мы возьмем с торца. Будем двигать вот таким образом. Вокруг этой оси. То будет и четверть как раз масса на длину в квадрате. Вы видите, как это будет отвечать. То есть чем длиннее будет рычаг, тем скорость будет меньше. Момент инерции будет больше. Понятно? А чем будет радиус меньше, скорость будет больше. Об этом мы как раз должны понимать. И к чему мы вас подвели сейчас. Что когда вы будете так крутить, так или иначе. Есть такие законы, которые описаны. А мы ими пользуемся. Как например. Если противник бьет или я бьет. Ну пусть он на меня наносит удар. Моя задача принять его. Вы видите, что у меня крутится. Два PR, которые мы с вами уже оговаривали. Я не только его, видите, уже повредил. Если что-то, чего-то будет действовать. То смотрите, что у меня получается. И я опять бью и опять работаю. Хоть отсюда, хоть отсюда, отсюда. Вышло и отсюда ударяю. И она описывает теперь все те моменты окружности. Или вот самого тела. Вы можете работать. Не теряя его. Не так, что я раз ударил, потом опять. Раз и отскочил. А раз я ударил, я не убираю. Она у меня повернулась сюда. Откуда у меня? Сюда. Видите? Я сюда, 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 сюда. Сюда. Где у меня? Сюда. Вот таким образом у меня. Но работает рычаг. Я его бью. Он встречается. Раз он принял. В меня пошел. И я защищаюсь. Он проскочил. И я его добиваю. Я могу. Его раскрыл. Видите? А у меня вот здесь. Видите, плечо. И я его бью. Здесь бью. И тут ноги бьются. Вот эти моменты. От простого, что мы с вами проползли по полосе. Что мы с вами прокрутили вот здесь. Взяли палки, посмотрели, как она вращается. Что это по спирали. Что мы какие-то там называли законы. Если вы их не запомнили, то вы знаете, что они существуют. Также мы говорили, что такое карданный вал. Что такое дифференциал. Вот для чего они служат. И каким образом мы должны за счет степеней свободы себе, человек, имеющий 254 степени свободы, обеспечить полностью вокруг себя защиту. Он может нападать, защищаться не только от одного человека, а от группы. Но зная уже какую-то определенную подготовку, как Бог наделил его этим самым. Я его бью. Видите? Он принял. Я освободился и бью. То есть у меня готово. Видите? И я не только здесь ударил, не отскакиваю, а я использую все это. Вы видите? И я и тут, и здесь его, вот в этой завязке, это уже удары. Нет того, что я ударил, снова отскочил или хватаю, что-то рву. А моменты, которые предоставляют возможность... Вчера я сказал, что такое динамо. И когда вы, ну, кто-то из вас сказал, это электричество вырабатывает, я имел совершенно другое, механическую форму, в которой мы на вектор силы наложена пара сил. Пара сил в плоскости перпендикулярной этому вектору силы. И когда вот эти моменты вы сейчас рассматриваете, угловые линейные скорости дают возможность вам полностью себя защитить. Я веду укол в него. Вот у меня укол. Видите? Я проскочил. И он, не отрываясь, а по моему оружию, он меня берет. Для того, чтобы мне защититься, я уже выскочил на то, что я повреждаюсь. Я беру раз и продолжаю движение. И он натыкается на мое оружие. Поэтому вот тут мы с вами говорим об одном каком-то движении. Но оно реверсивно и товарищу вашему, напарнику, с которым вы работаете. Это и нападение, и защита. Я еще раз показываю. Я укол сделал. Он, видите, начинает. Я подставил только. Он берет. И я его все-таки протыкаю, присаживаюсь. И он у меня никуда не уходит. Я его беру. Что? Вот эти моменты, что мы с вами посмотрели кувыркая, переползая, прыгая, перемещая, дают вам возможность пока где-то расшевелить самого себя. И в этих движениях уже приобрести ту подвижность, которая бы дала возможность вам не то что пробить, а правильно использовать свое тело и дать ему возможность длительный промежуток времени быть в работе. Я опять его колю. Видите? Раз он меня вот уже улавливает. Я только, видите, переложил. И продолжаю в него. То, что я только что, я не только бью, но поднял и опять бью его. И опять добиваю, как будет удобно. Не отрываясь от него и прислеживая на каждом его миллиметре его движения. Кому непонятно? Разобрались? Так. Стоп. Еще рано. Еще рано. Значит, еще продолжаю. Ну, давай. На палках. На палках. Значит, еще. Я потом на уведение. Хорошо. Давай. Еще. Значит, я теперь... Он меня бьет. Он меня бьет. Это все равно. Значит, я... Видите, проворачивает. Два пьер. Вот он наслоился, и я его бью. Вот он у меня бьется. И здесь, если я ногу и руку подставляю, я как раз поймал вот этот рычаг, обеспечил для того, чтобы у меня была связка и работа, как она идет. И продолжая. То есть, все идет в завязке. Все в завязке. Не так, что ударил, отскочил. Вот так вот говорят, ну, как всякие виды единоборств. Ударил, отскочил. А ударил, прицепился, и начинаешь что-то крутить. Понятно. Я его бью. Смотрите хорошенечко. Вот он взял. Моя задача правой рот, откуда я не только здесь могу. Вы посмотрите, у меня и ноги, и руки. И обратите внимание и на второй руке. Вторая рука, как я его растягиваю. Смотрите, и у меня работает шея, голова, бедра и ноги. То есть, я полностью весь механизм, я его бью. Раз, он принял. Поворот. И я в него. И освобождаю. Вот все вот эти моменты, как мы можем еще сказать, что такое маховик. Маховик запустился, и я не теряю обороты. Но за счет того, что руки, ноги, голова, шея и тело все полностью в ходу, вот почему нам нужна была полоса. Кто-то, может быть, кому-то она не понравилась. Кому-то, кто-то, может быть, не был этим доволен. Но здесь заложено как раз все, чтобы ваше тело начало работать. Не разминка, а работа. И вот мы эти все вопросы и моменты можем видеть, когда они в совокупности решают какую-то задачу. И когда мы смотрим на земле, а теперь мы поднялись уже на ноги и работаем. Я еще бью его. Смотрите. Удар. Он пошел на меня. Моя задача, я только, видите, к себе прижал. И откуда у меня? Хоть я сюда ударю. Хоть у меня отсюда удар. Вы видите, каким образом он у меня получается. То есть я тут опять, в совокупности самого механизма, подстраиваюсь, как я вчера вам рисовал, к одной-второй дроби. Прибавить одну третью, сколько будет. Я выставил его и с собою привожу к тому, чтобы я был с ним сопряжен. Я вам даже чертил там несколько таких кругов, которые были друг с другом перечеркнуты. Отдыхай. 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 Сбалансировки. Ну и перевели, не уходи. Молчат. Перевели с Алексеевичем на работу. Он колет либо какое-то любое движение. Чем они схожи? Балансировка и, скажем, работа. Хотя я не совсем работа, как я тебе представил. То, что вы должны были также сбалансировать и распределить силы при встрече и при этой работе. Ни больше, ни меньше, где вы ее коснулись. И она не получила никакого сопротивления. Но сопротивление не значит и так же, что это нужно отбивать. Хотя эти моменты тоже работают. И силовые. А именно вписаться в угол этого самого и работы, которые дают возможность вам описать, сохраняя и давление, и силу, и вектор, и цель поражения. То есть управление. А управление... Так вот, я Алексею Алексеевичу колол. Он... Нет, меня он колол. Я встречал, потом атаковал его. Он обыгрывал. Обыгрывал за счет как раз этого управления. И забирал мой предмет, или выбивал там, или... Ну, где... Продолжать... Или меня атаковал. Это управление. Да. Я его толкаю, допустим, в одну сторону. Не сопротивление. Стол. Неживой. В обратную. Использую какую-то одну нагрузку. Сюда. Аналогичную. Теперь я его толкаю на себя. Нагрузка меньше. Теперь толкаю я его назад. Она практически равна нулю. Почему? Потому что по срезу пяток ось позвоночника и центр масс у нас приходят по срезу пяток. Еще один номер поставь. Еще что-то. Еще. Вот это у нас получается плечо. Нужно быть один или два. Не важно. Это плечо. Расстояние от стопы до центра масс. И вот это тоже самое. Получается рычаг определенной какой-то длины. Когда мы толкали в правую либо в левую сторону. Теперь. Вот это у нас. Рычаг стопы. Когда мы толкали его вперед. Он намного меньше, чем рычаг, который был между центром нашего тяжести. Поэтому сил было меньше. А когда мы толкали его назад. То здесь центр масс идет по срезу пяток. Ему нечем балансировать. Ну если он не будет к бедру присаживаться. Ему нечем. То есть получается, что мы из этого можем сделать какое-то заключение. Что если вы хотите вывести из равновесия. Нам нужно стремиться выводить через пятку. То есть там где нет опоры. Нечем ему сбалансировать. За исключение опять же. Если человек не управляет своим телом. Не балансирует. Это и плохо и хорошо. И продолжаем балансировку. Устойчивость нашего стержня в виде палки. Мы его приносим на человека. Палка была не живая. Человек живой. Он выполняет. Его задача. Все. Теперь ты нормально. Его задача что? Он берет за руки. Не зовем, а захват за руки. Только мы не выполняем освобождение. Не путайте. Через вот этот контакт. Который вы получили от своего товарища. Он взял вас за кисти. Вы пытаетесь его почувствовать. Какой ты при балансировке палки. Как только вы ее понимаете. Палка становится понятной и управляемой. Если вы ее не понимаете. Она вас вводит по всему, по всему, по всему. Где угодно. То же самое с человеком. Если вы его не понимаете. Вы будете выполнять. С большими усилиями его опрокидывать. Через то что Алексей Алексеевич показывал. Динамо. Сейчас мы не смоем как на человека. А смоем как на схему. Ноги вместе. Это ось позвоночника и его ноги. То есть штырь. Это верхняя перекладина. По отношению к его оси позвоночника. Ты помнишь вчера на плоскости рисовали? Да. Один в один. Теперь мы должны одну руку потянуть сюда. А вторую отдать туда. Присесть и повернуться. Это получат закон динамо. Теперь мы это все ломаем. Убираем. Стерли тряпкой. Смотрись нормально. Это было то что на доске вчера представляли. Теперь это то что на площадке. Это теперь уже видно не будет в том. Но смысл формулы останется. Я эту руку стараюсь отдать. Не просто ее отдаю куда-то в лес или в воздух. Через сустав его. Через свой сустав или свою руку. Через его кисть. Его запястье. Локтевой сустав. Лечевой сустав. Стараюсь вектор предплечья. Выставить так. Чтобы он был. Перпендикулярно оси позвоночника. И фиксировал пятку противоположной ноги. Чтобы его пятка противоположной ноги была загружена. Не только сейчас то что это было в движении. А вы через контакт. Вы эти вещи начинаете выстраивать. Еще до самой фиксации. Вторая рука. Вам же нужно чтобы вы опрокидывали вниз. И вот здесь получается очень большая ошибка. Мы руку тянем вниз. А эту руку отдаем туда. Потому что мы хотим же его опрокинуть. Желание его опрокинуть вниз. И это является большой ошибкой. Что мы грубее. Что мы идем на опорную ногу. То есть опорная площадка хоть вот здесь находится. Но это в пределах опорной площадки. Мы его перекашиваем и тянем вниз. Ни в коем случае этого делать нельзя. Все в сто процентов делают эту ошибку. Еще ни одного не видел. Чтобы этого не делали. Масса у него есть. Если ему ноги резко убрать. Он пойдет вниз. То есть наша задача ему. Мы ноги убрать не можем подбить. А сместить его за пределы опорной площадки. Мы в состоянии. Теперь как мы в состоянии его сместить. Создаем один рычаг. И ищем другой рычаг здесь. Мы его создали. Не в шуточной форме. Это не то что он там сам падает или нет. Нет. Мы ищем. Я отдаю. Отдал. Смотрю как на реакцию тела. Его. Тело и сознание. Что же он делает. Есть. Мне так устраивает. Эта рука. Я ее хох сюда. Тоже проворачиваю. Вниз. Здесь интересно мне. Ага. Еще эту доработал. А эту чуть в сторону. Отдал. Опять чуть повернул. И сел. Причем сесть. Понятие присесть. Многие понимают неправильно. Он садится весь. Не надо. Присед должен работать в нужный момент времени. Что такое. Это масса вашего тела. Которая постоянно находится с вами. И это является сила. Не только мышечная. Которую вы можете использовать. А и масса тела. Почему мы говорим. Что создаем плечо. И выстраивается вот здесь. Вы создаете рычаги. Относительно самой обстановки. Посмотрите. Где отдать. Где убрать. Почему. Сейчас садиться. Нет смысла мне. Потому что не готовые рычаги. Нету. Нет смысла. Приседать. Я его. О. Выставил. Ага. Он сейчас почти держит за эту руку. Почти держит. Я эту отдаю. Эту не стал трогать. Потому что сейчас начну ее трогать. Мне будут перегружаться мои ноги. Потому что. Он на нее. И я его держу. Либо. Как я вот. Хоп сюда. Либо мне сесть нужно вместе с этой рукой. Тут уже будет. Сама обстановка. Ситуация. Вам говорит. Что же вам делать. Либо сесть с этой рукой. Либо отдать больше ту руку. А эту не садиться. А поднять. И я допустим опять. Хоп. И он держится. Я ее стараюсь поднять. А эту отдать. Ну. Со стороны может быть не так. А ему вот. Переход. Вот этих. Сил. Оно более. Незаметно. А он чувствует через себя. Поэтому. Сейчас бы хотел. Чтобы вы разобрались. По парам. И выведение из равновесия. Не освобождение. А выведение. Выбираю шагом. Для того. Чтобы получить следующее. Опять. Опять. Вычищаю себе место. Кого мне надо выбрать. Опять. Разворачиваюсь. И. Освободи место. И я пошел. То что вы. Все крутите. Это будет оглобля. Кусок дерева. Освобождаете то что вам будет необходимо. Продолжайте. Что было вам. Прокручиваем. Отсюда. Потом если кто то где то допустим допускает ошибку. А второй видит. Стараются друг другу помогать. Ну чтобы не было простого скажем такого вращения. Ну хаотичного. Бестолкового. Оно должно быть именно нести какую то. Не какую то. А цель. Управление. Управление. Угрозы. Самого внешнего вида. И. Своим. Свою психику вы выстраиваете. Он допустим сюда. А я ее. Оп. Вывел. И сюда веду. Он. Я ему колю. А сам отсюда. Он суетится. То есть он делает сейчас просто защиты и ответы. А в голове. У него. Нету. Каких то. Подрезаний. Как некоторые иногда делают. Этого здесь не то что не допускается. Оно не нужно. То есть. В процессе работы. Вы смотрите что вы можете подрезать. Ну. Это не сама. Просто суть. Многие. Начинают. Я там так так так. Нет. Не об этом. Здесь как бы не допускается. Ни подрезания. Ни уколы. А. Распределение сил. И. Чувства. Где. И. Насколько. Как. Оно. Устраивается. Чтобы убрать. И. Зажатость. Свою. И. Допустим. Я этому создал ситуацию. Какое. До него она оказалась сложная. Он. Ну. Переваривает ее. Я ему потихоньку даю. Чтоб он. Успел. Где-то он допустим не справляется. Я помогаю ему чуть-чуть. Ее. По мере возможности. Распутать. Эту. Ситуацию. И. Мы. Вот. Вдвоем. Крутим. И. Работаем. Я ему даю движение. Я ему перерабатываю. И даю как бы ему. Он ее сюда. Я ее. Отсюда. Ему даю движение. Он встречает. Ну. Допустим. Я ее тут. Я ему укол даю. Он перерывает. Я на руку. Ему показываю что. Спина. И он сам чувствует. Спина отклика. спина. Я потихоньку веду. А он пытается решить этот вопрос. Он его решает. Ну. Немножко. Ну. Ничего. Решил так. Контакт. Контакт желательно не терять. У вас. Он может переходить. На руку. На предмет. Выходить. Потом. Что. Как вот было. Нежелательно. Если есть такие моменты. Вы смотрите. Насколько вы можете. Он. Допустим. Раз. Сюда. Я тяну. Ну. Все. Мне уже здесь неудобно. Я ее. Хоп. Провернул. Но. Не потерял. Предмет. Ну. Бывает. Надо так. Раз. Зайдет. Блин. Не сможешь. Ничего. Ничего. А бывает. И что. Оно получается. В зависимости. Куда будет направлен. Вектор силы. Движения. Действия. Сюда нет. А сюда да. И вот. Ты тянешь. Пока. У тебя еще. Диапазон. Скажем. Есть какие. Какие-то. Я его отсюда. Хоп. Запустим. И вот здесь. И вытащил. Хоп. Подошел к себе. Я ему. А он отсюда. Опять спеши. Серега. Я ему. Хоп. Понизу даю. Он переигрывает. Я ему колю. Он ее сюда. Перешел. Помогаю ему. Выстраив ему укол. Он его встретил. Здесь я руку чуть придержал. И ему колю. Он. Он. Так. Что он делает. Он. Допустим. Сюда. Я ее здесь. Я ее опять сюда. Я меня ее чуть-чуть. Увеличиваю. Чтобы он встречал. Он встречает. Его. Хох. Увеличивает. Руки. 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 И палка. Они в сочетании. Ох. Работают. Я ему. Остаюсь в таком положении. И жду пока он. Решил. Эту проблему. Для себя. Ты в противоходе. Ох. Он ее решил. Я ее. Ох. Отсюда. Я ему здесь. И показываю ему своим. Куда я иду. Где ему нужно. Ноги. Задницу крутить. Ох. Он решил. Ох. Здесь. Он что-то делает. Он сюда. Я ее. Хоп. К нему. Локтем убрал. И здесь показываю. Тут уже кто был первым инициатором. Тот уже как бы принимает. Либо уступает. Он сюда. Я ему здесь. Вот получается. На палках. На ножах. Ну это палки. Это тот же автомат. Но здесь не должен. Не должен быть. Кто-то выиграл. Кто-то проиграл. Это обоюдная. Такая накатка. Что-то я делаю. А вы где-то что-то бросаете. Что вы хотели. Вы эту бросили. Если он эту руку бросил. И вы. Как вы чувствуете. Что вы хотели сделать. А это. Вы ее можете сюда повернуть. Чтобы взять. Опять же. Это варианты. Опять я его. Допустим. Он бросает. Он эту бросает. Где локоть. У вас. Может выходить. И сегодня. Вот был. Разговор с рядом. Людей. Или людьми. Вчера. Сегодня. Опять я тоже самое делал. Я ему это отдаю. Он бросает. Он бросает. Я бок. Подставляю. И здесь. Для чего подставил. Создал точку. Локоть. Локоть уже был готов. Бедро отдаю. И локоть. И опять же. Своя рука. Не просто ее. Сюда опускаю. Если вы заметили. Она с поворотом идет. Потому что мы говорили. Два пьер. Это в линейных величинах. А это в угловых. И в сочетании линейные и угловые. Вы проходите достаточно большой путь. И плюс еще есть зацепление. Когда она. Он чувствует. Что она очень хорошо. Она нагружает очень сильно. А вот эти упражнения. С виду. Как я сказал. Возможно детские. Балансировку. Что там мы валяем. Они дают возможность. Почувствовать. Что же вы. Хотите. А не то что. Давайте прием учить. Прием это. Уже. Сочетание многих действий. В какой-то форме жесткой выраженной. А мы стараемся наоборот. Не прием. А элемент. Почему? В элемент входит множество. Всяких моментов. И когда я его. Я брошу или не брошу. Я стараюсь. И эту отдать. И эту взять. Допустим. Я смотрю. Мне это уже много. Она тут пока не работает. Или допустим. Я уже. Вытянуть ее больше не могу. Мне нужно отдать локоток. Я ей все. Отдаю. Отдаю. А теперь эту поднимаю. А сам сажусь. А теперь чуть пристаю. Вот сейчас была такая игра. Он почувствовал. Я садился. А потом чувствовал. Дальше ниже нет смысла садиться. Тогда вернул руку. И потом стал вставать. А потом опять. Когда встал. Еще стал присаживать. Переход. Как бы. Перебрал его. Это вот. Все. Изучается. В таких вот. Аккуратных действиях. Чтобы потом. Вы уже. Смотрели. Как распределяется сад. Это не. Освобождение. Это. Выведение. Изравновесия. Которое. Вам даст возможность. Вы его. Освободили. Где. Выламывается рука. В данном случае. Вы через себя. Вы можете. Крутнуть. Выломы. Где. Вы его можете. Наносить. Бить. Прихватывать. Локти. Колени. Стопы. Зубы. И все. Все. В куче. Потому что. У вас есть. Ощущение. Вернее. Ощущение. Чувство. Что же вам сделать. А не. Слепое. Раз. Допустим. И опять. К нему. Летишь. В атаку. Разорвал. Контакт. Опять. Отошла. Волна. Подошла. Постараться. Если вы ее. Сделать. Допустим. Сюда. У меня. Глаза. Допустим. Где-то. Я тут. Где-то. Прозевал. По каким-то причинам. Скорость. Маленькая. Небольшая. Я. Хух. У меня. Здесь. Большой. Палец. Здесь. Горло. Прихватил. Здесь. Хух. Допустим. Тут. В обратную. Здесь. Подцепил. Получается. Как. Коленчатый. Вал. В последовательности. В своей периодичности. А здесь. Не. В жесткой. Постараться. Тух. 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 Колени. Локти. Сгибы. Разгибы. Он. Где-то. Я его. Хух. Отсюда. А здесь. Где-то. Вы его. Прицепили. А теперь. Разбирать. Допустим. Вот этот. Вот. Элемент. Который. Я его. Хух. Отсюда. И вот. Рука. Если. Просто. Руку. Дам. Хочу. Его. Вывести. Не будет. В лучшем случае. Вы. Допустим. Ее. Выбьете. Эффекта. Особого. Не будет. Больно. Может быть. Не более того. Если. Вышла. Но. Ее. Можно использовать. Допустим. Сюда. Чтобы. Здесь. Точка. И. Точка. И. Вы. Эти. Две. Точки. Сочетаете. Чтобы. Опрокинуть. Вывести. Но. И. Опять же. Не к этому. Вел. А. Вел. К тому. Что. Вам нужна. Эта. Точка. И. Эта. Точка. И. Эта. Точка. Чувство. Где. Вы. Его. В состоянии. Взять. Где. У вас. Начинаются. Срывы. Если. Ездят. Я. Отсюда. То есть. Туда. Вы. Раз. Обкрутили. Обкрутили. Провели. Взяли. В состоянии. Его. Как. Мясорубка. Шнек. Вы. Его. Крутите. А. Пока. Каких. Скажем. Более. Глубоких. Знаний. Нет. А. Есть. Только. Одно. Желание. Значит. Скорость. Мы убираем. Становимся. Опять. В исходное. И. Смотрим. Где. Мы можем. Повернуть. Сейчас. По этой теме. Разговор. Поворот. Руки. Здесь. Его. Пока. Не видно. Что. В зоне. Диапазона. Свободного. Хода. Ничего. С телом. Не происходит. Если. Мы. Поворачиваю. Зафиксировался. Сустав. Этот. Сустав. Выправ. Здесь. Остался. свободный ход здесь дальше хоп и тут закрывать теперь и что он наворачивается как веревка на ось здесь тоже самое если я повернул тут повернул здесь и они вроде бы одинаковые две руки повернул но это не значит что он одинаково так станет он может если этот который его одинаково будет выстраивать но вы ждете какой-то перекос и вот здесь начинается так как картина которую вам вы хотите увидеть я эту сюда фиксируется плечо фиксирует пятку вот он на пятке как раз и подломился а это вытягивает его и за счет этих вот поворотов вы выбирая свободный ход можете выполнять какие-то действия но когда он держит у вас нет такой возможности как было предыдущим что вы все вот это вот выкрутили выбрали полный свободный ход здесь такого нет но опять же люди разные выпад разного человека у одного легче получается у одного сложнее у третьего нужно как-то там кучу нюансов выполнить чтобы это произошло но берем котором средний не худший и лучший вариант средний то есть вы когда поворачиваете а еще чуть вниз движение нет смысла делать то что здесь большой свободный ход плюс опорная площадка он меня может выдержать я буду прыгать мой 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 вес легко выйдет и таких два и три веса потому что на опору все идет значит что если поставить здесь руку тут тоже ось сустав рычага не будет он как бы есть но если бы это было зафиксировано как вот там у нас он стоит железо приварено это рычаг то есть тогда мы бы его могли вырвать вместе с корню а вот так как это живой человек он говорит что мне там это самое я его опущу руку то есть рычага нет а вывернуть мы его тоже не можем повернуть какой-то влево-вправо тоже большой диапазон сейчас хочу сумму чуть этот движение сустава это единственный сустав который выполняет какая циркумдукция круговые движения вспомнил вам скажу такое интересное круговые движения то есть она и приводящие отводящие супинация провоконация круговые циркумдукция то есть его зафиксировать очень тяжело но есть такое что мы его по длине можем зафиксировать все вытянули теперь поймали то есть туда нет туда нет а по длине да есть чтобы длина заработала не разрывать его длине рычаг заработал нужна вторая рука и я ее поворачиваю чтобы поймать мне локоть выставить локоть на пятку поворачиваю и пока то свободный хоть но не пнуть и это поворачивается изменяется расцело изменяется грубо говоря получается так он ровно стал сбалансированный он начинает скручиваться скручиваться начинает расти угол где он стремится опрокинуться стремится но не практика потому что он выдерживает выстраивает свою равновесие для этого и вы когда вы отдаете я этого раз выставить перед эту смотрю куда в сторону вправо-влево вытягиваю и это вот и вот здесь это же рычаг работает я его вытянул но эта рука без второй есть не в состоянии работать и я этот и присаживаюсь и получается если можно так сказать палка олицетворяет допустим крыша на ней снег или вы листы железа несете ли листы чего-то пока ровно она сбалансирована как только вы начинаете выстраивать съезжает то есть вы вес не вниз а его как бы на скольжение выстраивать я ему отдаю а вас в основном получается хорошо что получается масса тела основная масса как его так и моя я свою получается я убрал выставил максимальный рычаг и его в свою слабую часть перенес на его самую мощную на станину и пытаясь вот этим рычагом его свалить наглядно и даже если вторая рука она здесь она ничего не меняет себе скручиваете спину поясничный отдел и пытаетесь выставить то что вы взяли картинку картинка похожа очень то есть тут рука тут рука вот то что вы своей рукой и тянете сюда в эту сторону вектор силы а а вектор силы должен идти предплечье в данном случае вот продолжение кости вот туда а этот вектор идет сюда и когда мы отдаем вектор идет туда но он будет перпендикулярен оси позвоночника то есть кости которые у нас здесь находятся они подсказывают насколько где вам распределить ваши силы научиться почему я так же возвращаюсь к балансу баланс дает возможность осознать что такое предмет и вы не просто ходите и балансируете не надо отродить а разобраться что же происходит и как и человек тот же самый предмет только живой уже извиняю там 246 степеней свободы это очень тяжело сбалансировать но вы пытаетесь через вот это все увидеть и выполнить поехали поехали чтобы вам было понятно что но что пистолет что автомат что вот это принципа дни . опоры плечо и силы вот это запомните на то здоровье вас не наша задача удержать руку в точке захвата не поднимать ее иначе то рычага того который мы хотим не будет иначе получается рычаг третьего рода рычаг скорость как на ивановце стрелок стрелок а он не сильный то есть работать не будет мы меняем приоритеты не к себе тянем а идем вниз то есть локоть опускается вниз но чтобы локоть опустить вниз нам также будет мешать большой палец его сам захват то есть мы до какого-то определенного момента опустимся нам нужен нужен разрыв вот этот вот звено большой средний указательный палец то есть в эту сторону нам нужно направить вот я его поворачиваю и в этот момент образуется там . опоры о которую я могу уже опереться за счет поворота диаметром своей руки опираюсь а так как рука не круглая а имеет элипс как раз этот уголочек или как ребро она входит в это разрыв и вот здесь начинает работать в более полной своей фазе локоть присед а а здесь уже только она пошла уже выскальзывать если есть такая необходимость мы поворачиваем и получается что ширина вот этот элипс разворот на большой палец но опять же это нюансы которые нам они надо более яркие на менее яркие но сама рука которую вы даете возможность провернуть и сработать дает возможность эти пользоваться то есть если у вас пальцы допустим я раз и сюда остались на руке это не значит что вы не освободили вам только стоит чуть руку повернуть и они соскочат то есть на эти моменты тоже так скажем не то что не обращайте внимание а правильно смотреть мы чтобы откипишь не вот мой же мои шутки здесь находится нет и потом алексей алексеевич там я смотрю опрокидывал если возвращаясь к выведению из равновесия неважно как вы руки поставите для выведения абсолютно не вот вы можете создать здесь точка приложения моего силы на его руку это я отдаю а эту тяну но теперь что здесь получается освобождается кисть ваша . день вы кисть освободили ваша кисть может сохраняет давление и упражнения которые мы делаем на этом возможность себя ввести более свободно не зажатым но все даю допустим а мне что-то не пошло я его допустим одежду его отсюда повернуть много то есть я его отсюда отдал если смотрю где либо ему туда могу его запустить либо в горло туда вы можете либо я его перехватываю сюда большой палец локоток и туда вниз то есть точка сохраняет давление и управление а кисть свободно которая в этом закрыли еще может это прихватывать также допустим я поменяю чуть это было то что мы выводили сюда я тянул прокручивал а это здесь сейчас я делал отсюда давал вектор силы не менялся суставы уже изменили свою форму деятельности но точка и вектор силы не менялся я чуть-чуть и извернусь по хитрому то есть я его отсюда поверну то же самое где и локоток может работать и она и здесь дает и тут дает и если вы где-то там допустим я еще его хоп его отдаю как она здесь так я его отсюда она может выходить работать и как здесь так и чтобы его провернуть где-то обходить обкручивать здесь я присаживаюсь на одну ногу вторая у меня и здесь то есть они обе у вас дают возможность работать как только вы берете две руки это можно сделать но не же как говорят не желательно что запрещено не желать то есть вы себе две ноги за то есть вы сели и вам неудобно нет вот этого перехода бы перезарядки до зарядки я руки свел и одна другую вытаскивает этот гвоздодер так как он держит одну руку а вторую руку вы освобождаете вы их клинику где одной рукой вы их скрестили и вам удобно его уделить а второй рукой вы можете выполнять то что вы хотите очень удобный элемент который вы можете использовать как его отсюда так его в сторону куда-то смещать а если там чуть-чуть его довернуть то вы как раз его довернуть руку она дает возможность вам его посадить на пятку очень хорошо опять же когда я его локоту здесь нога нога корпус его рука то есть вы его как раз отдаете руки руки снизу все и вы получается в верхней рамке если скажем дальше не продолжать а если вы продолжаете то вы перекрыли здесь вы его берете и Субтитры делал DimaTorzok Отсюда идут, я посмотрю, ребята сделали этой рукой На ней висит нагрузка и ей сделать что-либо тяжелое То есть мне нужно освободиться, либо освободиться, чтобы можно было выполнить Либо предосвобождение происходит, что я ее хоп, а сам локоток сюда выхожу И здесь более массиво, где я ее, о, спасибо, как она и здесь выходит Либо я ее здесь подтяну, чтобы она могла выйти Это уже по ходу смотришь, какой часть тела Опять он, я его хоп, здесь, корень носа, его сюда выхожу Здесь ему хух, не выхожу никуда Как оно было, чуть только изменяете положение, чтобы локоть выставился И как раз то, чего надо Либо отсюда вывел его сюда, либо я его хух Здесь вывожу, хух, или его ногу, или с твою выстраиваете Я его, допустим, отсюда, это бедро может выходить Здесь, хух, внутренняя сторона бедра может быть Я ее, допустим, выставляю здесь головой, коленями Что еще? Хух, отсюда Раз, два, одна нога убирается в приседе и повороте То есть нога является хух, а она маховиком Если здесь вы рукой тянете, то здесь вы используете как и обманку, как и удар Я ее, хух, ее раз в сторону Не ногой тяну, а лист Я ее, блин, прощай, никак не заберу Я ее, хо Что у нас тут? Мизинцы, большие пальцы могут быть Большие пальцы Мизинцы отсюда Это может быть То есть настолько всего много И здесь то, что вы работаете Я его очень придержал Сюда лопатка, которая Центр лопатки Сюда Этим Этим В принципе Достаточно Такое распространенное Если диапазон позволяет Сюда Удар Здесь, чтобы Когда раз Пальцы У вас есть Где вы в состоянии его вывести Из равновесия И дальше Доработать Ее прихватил Он пьет И я ее прихватил И отшаг Поворот бедер Таким он, чтобы они Как раз мне добавили и плечи И вот здесь Я его Отдаю Он держит Это слабые части тела Так? Поэтому мы стараемся их зафиксировать Здесь сильные части тела Тут мы разорвать не можем Ничего там не пролетит А направить свою силу И силу И внимание К кистям И К горизонту Ваша задача Спина Руки Присед Освобождение То есть Где мы Выставим Где мы Выставим Допустим Здесь Я освободился Где ваша рука Выходит Так здесь Здесь Так у него Руки И ноги Тоже самое Тоже самое И подых Рука Которая идет Сюда А это идет Отсюда Он Вверх Я допустим Хоп Эту руку Понял Здесь Он Отсюда Его Выходят Так Он вроде Делает Я использую Эту руку И бедра Все Он мне делает Здесь У него Выходят Пятка И когда мы говорили Что Вот он Держит Вы Отсюда Вы Выходите И его Руки Идут Наверх И Переходят Вы Отсюда Уже Его Старайтесь Выводить Если вы заметили Что В сторону Чтобы он Сваливался Не бросок Я стараюсь Сместить На его Пятки Пригрузить Пригружаю Хотя сам Иду вниз А это Я тянул вверх И Здесь Когда он Он еще Не сформировался В процессе Он берет Где Еще нет Оно сырое Как только Уже Сформировалась Там уже Тяжело Либо Высматриваешь Что Он взял Здесь Я смотрю Что Мне сделать Сейчас Допустим Использую Эту точку И эту точку Я их Стараюсь Разорвать Пойти Как бы Не по тому пути Который Логичный По нелогичному Использую плечо Кричак Вот этого Предплечья Здесь Вниз Этим А это Вверх И здесь Провернуть На этом Провернуть Идея Отсюда Или Отсюда Этот Идет Вверх А это Идет вниз Отсюда Ух Здесь Бала Шея Голова Вы Эту Стараетесь Убрать Поднять Вверх А эту Уходить Вниз Или Наоборот Как оно Было Вниз А это Вверх С поворотом Сюда Толкнул То Мне Нужно Садить Допустим С его Пяткой И Вот Туда Все Оно Здесь Работает Пятка Толкнул У него Сейчас Зажат Туда Вы Как раз Можете Отправлять Здесь Пятка Или Ребро Локоть Вниз Это Уверх Где Колень Носа Руки Прихватили Одной Рукой Это Сюда Если Двумя Руками Работает Плечо Не Рука Здесь Здесь Они Оба Здесь Работают Защищаемся Автоматом И пошел Я защитился От него И бью его Я его бью Он у меня отнимает Оружие Смотрите Видно? И я Отнимаю У него Он На меня Нападает Автоматом Ну пусть будет Колит Смотрите Я Я Отобрал И я его бью То есть Вам Смотрите Я его колю Он Спринимает Меня Палку Вот он Я попался Посмотрите Я попался Он меня берет Ну понимая Вот это положение Которое Вы видите Палец мой Я его Раз И я его бью Вот Вы смотрите Я видите Что я делаю Как у меня Предмет Идет близко То есть Я обе руки Подставляю Как она Обкатывается Смотрите Что я принял И он у меня Предмет Обкатывается Настолько Чтобы он у меня Был в руках Это оружие Откуда Вот он У меня Откуда Если этот Момент Я вот так вот Его использую То у меня Он Разбирается Он отсюда Я значит Его Вытащил И присаживаюсь У меня Вот с каким Вопросом Он Выбирается Смотрите Опа Откуда И я продолжаю Двигаться Вверху Внизу Это Не имеет Значения Откуда И я продолжаю Так И к нему И когда я Его бью Та же самая Картина Пошел Он А я его отсюда Левой Правой Всем понятно Что мы Это Берем Клин Я говорю Шаг резьбы То есть Вот это мы все Должны с вами Понимать И что я его Колю Это одинаково Но в этом Что мы сейчас Посмотрели Есть его И защита То есть И моя Я оружием владею Я могу Себя Противопоставить Противнику Я его бью Он у меня Отнимает Я у него Он у меня И я продолжаю И вы видите Откуда У меня Готово все И руки И локти И все И предмет работает До бесконечности Что у меня Что у него Я начинаю Где-то уже Подключать И я встретил Продолжение не делаю Хотя то же самое Что вы уже видели Вот геометрия Уже вам Понятно Я могу что угодно Бить Или Вам уже Известное Смотрите Опа Видно вам Вот это положение Кручащего момента Моя стайка Стойка И что Я ухватив его Держу И вот как Ножа нет И я его бью Я выполняю Так И нож Выбиваю Здесь тоже Кидаю Бросаю Бью Я делаю только Первую встречу Которая должна быть У вас Нож меня Я Оп Откуда Нож подхвачен Вы видите как Я с положением Оп Оп Теперь делаю Хоть вот так Хоть вот так Значит Что мне Что угодно Получается Опа Вот я попался На Моя задача состоит в чем Я уже Где-то поврежден Лопаты нету Но я просовываю сюда Видите как руку И я начинаю действовать Продолжая Связка Непрерывная Но нет Ударил Отскочил Я его бью Опа Значит что у меня остается Я отсюда Для того чтобы Отсюда войти И рука здесь Обратите внимание Хоп Видите И я шагом Повреждаю Черенок Оп Хоп Я его бью Раз Он принял И я его продолжаю Для того чтобы Уже у меня подготовлена Вся операция Я бью его Удар сверху, удар сверху, в грудь, ну это может быть и в шею, удар сверху Он ведет что? Вертикально, пробивает, то есть он не режущий, он колющий получается А опасность вот здесь в основном Останавливаем его не блоком, не блоком, как может показаться, если на фотографиях будет вырвано из жизни Останавливаем его за счет в движении поворота и перехода, как вот нарезку такую даем То есть не останавливаем его туда, а он поворачивается, поворачивается таким образом Если двигаться по лезвию, вы не порежетесь, если вы будете двигаться на лезвие, вы порежете, видно и так, да? Туда нет, никаким образом не порежете Так вот, когда вы начинаете встречать, задача вам в момент встречи Медленно-медленно веди Как вы руку, вы не то что ее вставляете, а она Нет, ты ничего не делай, а просто веди Вот хитрость или секрет в повороте, в момент встречи Если вы раньше начнете крутить, то есть вы раз сюда, и вот тут начнете поворачивать, да, и вы его обрезаете Вот тут И встречать его нужно как можно ближе Это я бы рассказываю, чем и как А уже все остальное вы нарабатываете вдвоем То же самое То есть вот это вот палка, которая Я на палке ее покажу Это вот рычаг, которым вы работаете То есть рука, та же самая палка Он ведет, и вы его встречаете, я его отсюда Ха, где беру Используете направление, массу И естественно сам рычаг, то есть вы руку поворачиваете Она идет Он идет, уступаете ему на правое место Идет поворот, где он обворачивается И вы на плоскости его кренка работаете То есть по плоскости Катать, ну это если длинный такой Для него это неудобно А так мы пока останавливаемся на том, что он отсюда Где вы в состоянии его забрать То, что Алексей Алексеевич показывал Опять он на вас Вы его смотрите где Если он выпал, то есть как здесь, так здесь Так рука по силе где Вы его в состоянии перевернули Что смотрю, вы посмотрели А что делать толком особо не знаете Он опять же так бьет То есть я его И здесь уже и локоток И тут, и тут Вы в состоянии работать Как где-то что-то пошло Вы его Ха Отсюда Здесь я его Хм Забрал То есть уже дальше вы идете Не только глазами Глаза они все не уловят А чувство рук, чувство давления И динамики этих действий Оно и вам помогает работать То есть я его сюда Ха Ель И мой сюда Где Вы Прыгаете, крутите все Эти все нюансы, которые вы работали сегодня И вправо, и влево Вниз, и вверх Задом, передом, боком Вы как раз делаете это все Со своим товарищем Где же ваша Ха Рука Где вы Опять же введение из равновесия То, что вы делали Мы его сюда Первое, только не введение Ногами вы Вытащили Где у вас колени Где у вас руки Я ему Хух Вытянул А сюда Вот где она То же самое От противного То есть Ваша задача А, сегодня смотрел Сегодня, по-моему, вы делали Не важно Когда Алексей Алексеевич колол У всех практически одна Ну, не ошибка назовем Одно положение Встречи Чтобы таз вправо-влево Вы этого не делали Либо вы просто повторяли Моменты Самой встречи Либо вы так Учили Где там Да Здесь Сюда И пока он падает Рука Вы уже можете Ее поломать Вон Вы встречаете Используйте вторую руку Для усиления Я ее проворачиваю И забираю Здесь Либо я могу Подтащить К себе А эту повернуть Это уже ему Ответить Либо не отвечать Опять же по выбору Что вы хотите С этого момента Делать Он ведет Ваши руки Здесь Он ведет На его же движение Он Я ее Ах себе То есть вы за один Шаг Делаете Несколько Вариантов Он Опять же Я ему Пиздец Опера Опера Реально попали Больно Несколько Удачными Вот Мелко Пиздец Вот Как эти Клемы Калининград Город Портовый Он ведет Я его Хоп Оставляю Ему Был Здесь Не рукой Убираю А убрал Чтобы можно Было Ему Здесь Воткнулись Убираю Корпус Он Опять Я ему Не Выбит Забирается Неотобранное Выбивается Он Опять Я его Хоп К нему Надо ему Либо в болт Либо Я его Чуть Поднимаю Чтобы И здесь Можно было Ему Представить Он Здесь Выходит Что еще Он Отсюда Вывозит Я его Ха Забрал И Отсюда Выходит Вопросов Нет Укол Есть Разобрались Оружие В руках Упало В руках Снимать Либо В двух Руками Чтобы она Удобна Была Либо Водой Чтобы Было Двумя Ногами Потом Если В двух Руках Удержать Постараться Горюз Чтобы Вместе С вами Не подпрылся На этой Десяти Вот На Ты Поехали Вы Прыгиваете Перекидаете Все Я не знаю Никто будет Прыгать Семё Нога Вы Ходили Так Потом Боком Руки Будет То есть Это нога После подъема Боком Сходите Они Ногой Потом Спиной Голова На Грани Чтобы Вы Ударяете Смотрите Под углом Чтобы Удержать И горизонт Оружие Когда Прыгаете Можете Что В окопе Потом Прыжок Вошли И Идете На Выход Чтобы У вас То же Самое Здесь Допустим Вы Отсюда Могли Выкатиться Поехали Потом Икроножная Мышца Бедренная Часть Таз И Бок С рукой То есть Вы это Все Выстраиваете В одну Линию Перед Входом Перед Входом Вы Как раз Выбираете Одно Сказать Другое Когда Оков Покажется Вы же Не знаете Что Будет Или Не Будет То есть Вы Как бы Обрабатываете И Внимание Туда Меся Когда Прыжок Идет Вы Соответственно Вместе С Уже Вы Выстраиваете Горизонтально Той Плоскость На которой Будете Находиться По Самому Окову Вот И Все В принципе Ничего Здесь Мудрить Не надо Подходите Надо Обработать Обрабатываете Или Кидаете Гранату Перед Тем Как Войти Смотрите И Входите Ноги То есть Вы Ее Непрерывное Скользение Непрерывное Давление Вот То Кто Брал Палку Вот Так Получал Удар Как и Здесь Одинаково Поэтому Надо Взять Под Углом И Крутить Поэтому Непрерывная Кривая Обеспечивает Разложение Силно Состарающей По-разному Выход Какой Может быть То есть У вас И рука И сам Допустим Слон То есть Вы Ее Можете Рукой С махом Ноги С махом Руки Наложили И выкатили Спиной Вышли Поехали Не удариться головой сюда А вот именно Войти Войти так Чтобы вы именно Просхользили И когда вы вошли То есть вы могли Либо сесть Либо перемещаться Либо использовать Для того Чтобы Можно было Вести Огонь Когда вы Уходим Искользится Микроножная мышца И Уйдите Не убегаете А чтобы можно было Использовать Попробуйте Немножко Прокатываться По Окопу Чтобы Вы почувствовали Где вы можете И сесть Ну и опуститься И подняться Где ноги Где у вас рука Которая Также Она вам Смешает И вы будете Удерживать Где вы можете Перейти Если у вас Есть такая Широковат Чуть Так они Поуже Чтобы Можно было Выкатиться Элемент Звездочки Прокат Переход И выход Не доходя До конца Здесь Кого Смешать Не нужно Кого Вы Стараетесь Вы Выход Либо У вас Через Отсюда Чтобы Вы Либо У вас Отсюда Вы Либо Вы Смешите Чтобы Переходили И ногами Смешите Либо Либо И с этим Чтобы Делали Все равно Повосил Поехали Сюда Вошел Теперь Отсюда В обратную сторону Ноги Не через верх И только Не зайдут Ни так Не через бок Выходит Ноги Выходят Через бок И есть А вы Через верх Тянете Прыжком Можете Использовать Повырок То что Вы Делали Допустим Для новичка Или я Той Грошу И поздно Глубы Говорю Начал Вы Входите Сюда Чтобы Она Не ударила А Прошла Обрезали А у кого Получаются Прыжки Те Естественно Делают Уже Отсюда Поехали Поехали Ногами будете касаться так, что они будут повреждаться Если вы будете колени, то колени будут повреждаться Их нужно повреждать на бок Потом сочетать работу ног и работу рук Чтобы вы могли их вместе Еще один Где я Блядь Санька Они У него Их нужно Ну Логин А Жемота Нет Вы Ходите Никуда Чтобы У вас Все Моменты Допустим Я не хочу выходить Туда Вниз Я Стоп Здесь И Альшу Держите Ноги готовить Выходите сюда Допустим Я опять опускаю Сажу Сюда Дальше перешло Выставляю ноги Чтобы мне ноги Забежать Выхожу сюда Оружие так же Поголение Прокручивай Используйся Дальше Дальше Топустим Опять я Допустим Сюда Отсюда Ноги Опять Поменять Сюда Или Обратно И здесь В этот момент Вы стараетесь Сделать Зарядку перезарядку. Где-то и предметом тоже вы что-то собираетесь работать. Он говорит, я его сюда сам кручу, его отсюда где-то, чтобы вы могли и видеть, и делать, освободить. Он держит нож. Есть разница? Он держит нож, он держит руку. Только это рука, это нож. Вы освобождаете руку, вы освобождаете нож. Освобождаете палку. То есть все то же самое, только меняются предметы. Соответственно поменялся предмет или часть тела, где вы здесь сделали, где вы здесь сделали, но вы только смотрите какие акценты поменять по отношению. Там рука, там палка, она круглая, здесь острая. Хватать его мы не хватаем, а используем плоскости. Плоскость мне нужна самого предмета, который дает возможность вам работать. Плоскость. Вы сможете, насколько же вам его создать. Как мы ходим левосторонняя стойка, правосторонняя, где ноги меняются у нас. Так вот в фехтовании шаг с подшагом идет. Так и здесь у нас тоже шаг с подшагом, шаг с подшагом. Смена ног. Там левым боком, правым боком, почти бегом, но не просто ходьба. И в этот момент они стараются у меня перезарядить, чтобы была перезарядка, сохраняя ось, работа и управление этим оружием, чтобы чувствовалось. Потом здесь уже, допустим, шаг-подшаг, переход получается такой вот елочкой идет. Если мы когда здесь передняя нога уходила за заднюю, то здесь шаг-подшаг, переход либо левым боком или даже не боком, правой левой ногой, такие приставные, чтобы он почувствовал, человек, удобство и неудобство при перемещении. Можно и отойти, и это делается. Но когда, скажем, находились в окопе, особо деться некуда, или какой-то узкой, или что-то еще, где особо не убежишь. Он ведет, он ведет. То есть я смотрю на себя. Где вы? Где вы можете быть? Где я его присел, где он меня здесь лег? Он колет. У вас нож. Пусть лопатка, не важно, в данном случае пускай нож. Встреча. Я его не отбиваю. А помните, здесь сильный удар, очень сильный. А вправо-влево он относительно слаб, относительно этого удара. Значит, вы можете им управлять в сочетании с ногами и с руками. То есть я его, ха, эту ногу ему отрезаю, эту отрезаю. И здесь его сажу. Опять он, допустим. Я его, ха, две руки ему сразу. И здесь ему вгоняю. То есть вы смотрите, насколько вы в состоянии, где его брать и смотреть эту работу. Он, я его, ха, 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 достал туда. Ты как встаешь? Что было, допустим, сделано? Иначе не было. Это можно сделать ножом, как это было показано, что он сюда выходит, нож. Нож образует рычаг. Либо эти вещи тоже делаются магазином. Он тоже самый рычаг, который был здесь, образовался. То есть вы можете быть, опять же, перед выбором. Он сделал, ха, эту руку. А эту сдвигаю, эту отсюда всего бью, где он уже как раз ходит, уже в состоянии работать. Он колет. У вас предмет, который образует, как и рычаг. То есть я его отсюда, хоп, допустим, здесь взять эту же руку, хоп, здесь. А тут вы ему можете взять, хоп, вот, вот так. А можно посетить, да. Здесь же, его уже, суставы, это второй сустав, третий, четвертый. Вы здесь наступили, тут ударили, тут ударили. Предмет так, где я его беру? Предмет отсюда, хоп, и через этот, его здесь. Предмет также можно бросать и на него наступить, бить, прыгать. Это мой автомат, предмет любой, который у вас есть. Он ведет. То есть я его, хоп, и это сюда. Отсюда. То же самое здесь. Он, вы заходите, ну, если к мушке была, вот этой мушкой, его здесь. С этих сервисом прихватили. Ну, вот смотрите, вот, я, вот он снял, теперь этого ударил, видите, я его заколол. Это знамя, видите, как работает знамя. Только я от этого не ухожу, я могу его придерживать. Я перешел сюда, выбираю, вот он у меня, да. Теперь я работаю, вы видите, как работаю на следующих. Я работаю на следующих. Теперь, видите, как я сижу. Я выбираю его при помощи рычага, для того, чтобы обойти где угодно. Вот она у меня пошла. Видите, где я бью? Кого угодно. Где? Где? Где!